Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал маленькое изменение вверх, то есть рынок двигался в зеленой территории за последние 24 часа. И, конечно, это в известной степени позитивно для криптовалютных пользователей. И так как сегодня понедельник, пора посмотреть на график биткоина с точки зрения технического анализа. Соответственно, текущая цена 9 115 доллара. Вот практически график за последний год. Давайте мы сейчас перейдем к свечному графику. Итак, вот он свечной график. Это месячный таймфрейм. Давайте все-таки я начну с дневного таймфрейма, потому что я хочу упомянуть, что на дневном таймфрейме все-таки цена биткоина сохраняется в пределах симметрического треугольника, который я обсуждаю еженедельно, уже давно. То есть вот она практически нижняя линия, то есть это глобальный тренд и коррективная линия, то есть это нисходящий тренд, который начался в начале 2018 года. И что хочу еще один раз отметить. Мы должны понимать, что верхняя граница симметрического треугольника, она работает в качестве сопротивления. И таким образом биткоин сейчас, находясь вблизи верхней линии, он сталкивается с большим сопротивлением. Так что ему не будет так легко пробить эту линию и пройти через нее и пойти вверх. Посмотрим, если это сопротивление развернет график низ, или наконец-то график сможет его пробить. Будем следить за ситуацией, но ключевой момент это то, чтобы мы понимали, что это мощное сопротивление. Верхняя граница симметрического треугольника. Переходим сейчас к месячному таймфрейму. Единственное, давайте уберу все вот эти горизонтальные вертикальные серые линии. И что у нас есть на месячном таймфрейме. Так как уже начало текущего месяца, пора обсудить свечу за предыдущий месяц, то есть за месяц июнь. Конечно, мы здесь знаем, что были все вот эти бычьи поглощения. Потом бычая свеча, которая подтвердила бычье поглощение. Однако в июне сформировалась падающая звезда. Вот она практически падающая звезда. Это свечная формация или свеча, у которой большая верхняя тень и маленькое тело в нижней части. Согласно графическому и техническому анализу, это является разворотной свечой, которая практически показывает, что впереди потенциальный разворот. И соответственно, мы должны понимать, что это уже маленький такой медвежий сигнал, который говорит о том, что впереди график может развернуться и пойти вниз. Но все-таки я хочу еще раз упомянуть, что у этой формации локальный минимум практически выше предыдущих, а также и локальное максимум, видно, что повышается. Так что тут якобы есть медвежий сигнал, но он не из самых надежных, на мой взгляд. Но мы должны следить за этой свечой. Недельный таймфрейм. Что у нас есть? Мы хорошо знакомы с всеми этими движениями вверх-вниз, отскоки. Да, здесь практически вот этот отскок, который начался в марте, в известной степени, хочу сказать, он закончился, потому что началась консолидация. Мы эту консолидацию обсуждаем. Сейчас идет коррекция внутри этой консолидации. Вот последние свечи, они имеют маленькие медвежье тело, их локальные максимумы снижаются, также их локальные минимумы, то есть это медвежий сигнал. Однако, кто знает, может быть в нижней части вот этой консолидации, вот где-то здесь, цена может получить очередную поддержку и отскочить, потому что здесь практически это нижняя часть консолидации, вот этого рейнджа, то есть там, где находится поддержка. Будем следить за ситуацией. Но здесь свечи пока еще, они такие более показывают на потенциальное снижение. Так что будем следить за ситуацией, достаточно она неоднозначна. Если перейти на дневной таймфрейм, что здесь важно, чтобы мы понимали, что эта консолидация, она идет в пределах предыдущей вершины, вершины до этого. И все это происходит на линии, практически нижней линии вот этого нисходящего треугольника, который мы уже неоднократно обсуждали. Соответственно, это очень мощная дополнительная линия, говорящая о мощном сопротивлении. То есть тут много вершин, тут много практически вот этих сопротивлений. То есть графику биткоина не будет так легко пройти через эту зону. В дополнение мы должны также понимать, что на дневном таймфрейме мы же обсуждаем вот этот нисходящий канал. Вот он, график биткоина находится на линии, на верхней линии этого канала. То есть из этой точки зрения это мощное сопротивление, через которое биткоину не будет легко перейти. Конечно, я и ранее говорил, что есть трейдеры, которые утверждают, что это нисходящий падающий клин. Хорошо, это также практически идея, та же самая, это нисходящая фигура. И мы должны понимать, что вот как-либо не посмотреть на всех таймфреймах, биткоин находится в территории, в которой он сталкивается с мощным сопротивлением. То есть здесь практически не будет ему так легко пойти вверх. И еще раз в качестве заключения, что сейчас хочу показать на коротком четырехчасовом таймфрейме, что несмотря на тот факт, что на многих таймфреймах, на более тяжелых таймфреймах, есть маленькие вот эти медвежьи формации, есть маленькие, соответственно, медвежьи сигналы. Здесь на четырехчасовом таймфрейме, если перейти на линейный график, все-таки сохраняется маленький позитив. И это именно тот факт, что вот практически здесь идут эти растущие тренды или восходящие тренды, то есть у которых практически минимумы повышаются и максимумы. Да, траектория этого тренда поменялась. То есть вот она практически, вот новый тренд, который поменял свой угол, то есть он слабеет. Но он остается восходящим. Почему? Потому что вот они практически эти локальные минимумы. Вот здесь локальные минимумы. Они все-таки повышаются. Так что следим за всеми этими маленькими восходящими трендами, потому что у них все-таки сохраняется, хотя и маленький, но позитив. И кто знает, будет очень хорошо, если за счет этих коротких маленьких восходящих трендов все-таки и на тяжелых таймфреймах график развернется. Будем следить за ситуацией. Она достаточно интересная. Итак, у меня на этом все. Всем, соответственно, желаю удачи на финансовых рынках. Удачной недели, здоровья и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpa. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok